Итак, друзья, приступаем ко второй карте. The Mirage, K23, MousePort, а также микрофон Ice Nice, друзья, погнали. Мышки начинают за атаку, уже потихонечку прорываются на плент B. Медленно, уверенно. И всё-таки проходит сайт. Притом, тут толком-то даже в сайте этого игрока не находилось. Ни Norbert, ни Moe, они оба находились на кухне. В итоге будут выбивать B плент. И это будет не так просто, K23, потому что, как мы с вами видим, трое игроков заперты на кухне, и там, и там дым, и в окне, и в двери. И что делать? Ждут, пока Нилан хотя бы сможет запрыгнуть на шорт, торопится туда и Адрон. А время всё тикает и тикает, киты есть, конечно, у Норберта, и ждут, пока дым закончится на кухне. Нилан уже шорта подошёл, Moe, Норберт выбегает. Frozen, тайминг ловит, флэш-клуб, поймали. Фейм только одного забирает. Frozen ещё одного забрал, девайс меняет, Эккар. Еле-еле Фейм закрывает ещё одного, последний остаётся. У него есть киты, времени нет. Всё, раунд закончился. Слишком долго всё делали кит-23, и Фейм решил взорваться вместе с соперниками. Хотя, мог бы попытаться киты с армором унести, просто в окно даже не пытался запрыгнуть. Ну, немножко странно. Ну, да ладно. Закончился раунд, и пока 1-0 в пользу, Moe Sports. В правильном матче, кстати, с Кейт закрыли Mirage, как раз-таки, против FunPlus Phoenix, 16-14. Болгары пока впереди. Эта мать, напомню, что вы можете смотреть на канале. Феникса, 4, Фейн, 1, Рачка, Икс. Ну, или же ждать, пока я буду озвучивать результаты. Как вам комфортнее. Итак, два скаута есть у Кейт-23. На сей раз Б-плэн всё-таки заняли и Нилан, и Фейм. До сих пор не до конца понимаю, почему они решили окончательно Б оставить пустым. Видимо, решили играть на рейтейк. Но это не получилось. Так же, как у Адрен сейчас пикнуть. Не получается и со скаутом здесь поработать. Может быть, на сейв? Да, да, всё, уже убегают на Б. Вряд ли кто-то будет действовать активно. Нилан остаётся на КТ в надежде забрать девайс. Моу может ему помочь в этом. И Норберт ещё пытается с шарта действовать. Уверенно мышки поступают, чего не скажешь про Кейт-23. Учитывая, что Мау Спортс недавно выиграли турнир. Плюс им впереди, помимо этих матчей на АМ Саммер закрытый квал. Им ещё предстоит играть закрытый квал на РМР Флэшпоинт. Плюс у них 29 апреля через 3 дня играть с Na'Vi на DreamHack Masters. Так что у мышек такой сейчас плотный график. Они должны подходить на плюс морали. Учитывая, что на Бласте не получилось поиграть. Поэтому главное подойти к РМР турниру. А DreamHack, ну как пойдёт, так пойдёт. В принципе, АМ Саммер тоже хочется пройти. Но как получится. Не получился буст. Опять не получился буст. Ах, да что ж такое. Это мало что получается пока у Кейт-23. Чашка идёт игра. А мы давайте пока с вами взглянем на коэффициенты. Там, конечно, совсем кранты. 1.04 на Мау Спортс. 9.72 на Кейт-23. Это на серию. Совсем не верят в казахов. Как я пошутил вне трансляции. Но я думаю, шутка будет уместна. Похоже, казахам Кумыс не доехал. Не идёт стрельба. Что-то не получается. Но, может быть, мышки начнут ошибаться и Кейт-23 их подловит. Но пока сложно представить, где же и каким образом. Моу может быть сейчас подловит кого-то в коннекторе. Фейм. Ах, какой тайминг ловит. Мог сейчас забрать кого-нибудь. Вот он, выстрел от Моу. Закрывает Экера. Пикает. Но не попадает. Тем не менее, пока что жив. Хаешка даже прилетает. Нилан. Спасает. Тем не менее, ещё-то Хаешка прилетает. Всё-таки добивает Моу. Нилан пикает. Закрывает ещё одного. Хаешка, по-моему, соперника. Или всё-таки этот Кейт-23 прилетает. Фрозен очень красный. 31 хп. Ставит бомбу. Норберт. Простреливать не стал. Ждёт, будет ли пропрыг всё-таки в сторону КТ. Так и получается. Пропускает. И вместе с Адерном должны действовать. Проходит уже Адерн. Медленно. Хаешка залетает. Но Норберт сам справляется здесь. И всё-таки берут раунд Кейт-23. Вот это уже лучше. Отработали здесь скауты удачно. Разобрали девайсы. И можно дефюзить. Но всё равно. Всё-таки это пик Мау Спортс. Свой Кейт-23 проиграли. Даст 2. А чтобы добраться до третьей карты. До Инферно нужно ещё попотеть. Авик появляется у Моу. Кейт-23 надо побольше взять за защиту. И снова прорыв под Б. Правда не так сильно торопится. Хотя нет. Фроузен уже пробегает. Нилан нужно халповать. Только сейчас Хаешка доходит до Фроузена. И Нилан остается один опорник на Б. Хотя тут уже перетянулся Моу. Из окна пока никто не выпрыгнул. Нилан встречает. Закрывает Бимаса. С окна падает Декстер. Накидывает Молик. Декстер пока не открывается. Окончательно. Всё в огне. Просто слева-справа. Попробуй пройди. Адерон. Находит Экера. Дожимает. Последний Робс вместе с Декстером. Робс вообще шарта действует. Пытается поймать соперника. Накинуть по голове Декстера. Красный 7 хп. Открывается Моу. Последний Адерон. Ещё и перезарядка. Как не вовремя. Закрывается Робс. Закрывает Декстера. Но Робс прострелом. Ай-яй-яй. Ки-23 в большинстве дают раунд. Вроде бы всё под контролем было. Было в сайте. Знали где находится Декстер. Но Робс шарта навёз шумиху. И Декстер в итоге вместе с Робсом вместе перестреляли. Игроков Ки-23. Как же тяжело идёт, а? Но снова денег хватает на АВИК. Давай, Моу. На Дасти немножко поздновато включился. В одном из раундов там хорошо настрелял. Но, конечно, опять же, да. На другую карту переходя тоже немножко. Привыкать. Но ждём импакта от Моу. Всё-таки по рейтингу Моу, Норберт. Ну, давайте так. Ну, Моу и Фэйм в районе 1.14, 1.13, 1.15. А вот Норберт 1.24. Поэтому импакт нужен. Норберт по голове должен выполнять. И в итоге падает. И как бы сейчас Нилан не взорвался. АЕшка не долетела. Тем не менее, из угла не вышла. Эккор просто префом вышел на его позицию. В итоге один напорник под Б остаётся. Это Адрон. И у него проблемы. Его зажимает все четыре игрока. И он не падает даже по Эккору. И это ещё один раунд для Мау Спортс. Но можно засеять АВИК. Хоть что-то. Видимо, дым лежал в коннекторе. Поэтому Моу никак не смог повлиять на проход Мау Спортс через шорт. Вот Норберт долго сопровождал эту голову. Пытался по ней попасть. А как только соперник начал маневрировать вдоль скамейки. Уже Норберт не попал. Пока слезал с буста. Ему уже по голове попал Эккор. Ну, в общем, Эккор здесь самостоятельно разобрался. Со всеми. Минус три от него в этом раунде. И четвёртый для европейцев. Итак, будут ли они докупать что-то? Хотя нет, наверное, можно оставить 7 как есть. Денег максимум там диглы какие-то подобрать. И по сути на следующий раунд опять будет Байоке 23. А вот мышки в случае взятия раунда будут набирать сейчас неплохую экономику. Уже у Робса Эккора есть такая подушка безопасности, как я люблю называть. Ну, а остальные игроки потихонечку будут подтягиваться. Декстера три, у Фрозен две семьсот. Бимсу, наверное, много и не надо. Сноу под Б. Да, да. Из раунд в раунд. Раньше через один, но сейчас второй подряд. Одинаковый раунд Моу Спортс делает, однако Моу помогает Норберту. Правда падает фейм. Моу, ах ты, застрял, но при этом это помогло Декстеру на самом деле. То, что он не смог выпрыгнуть из окна, это ему помогло. Или же Декстер гений, и он так и задумал. Адрон? Ай-яй-яй, испалился. Да ладно! Удивительно, что один, что второй так долго друг друга замечали и убивали. Нилан? Не заметил, да, Фрозен? А Фрозен, кажется, его видел. Да, 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 видит, видит его. Надо сейвить Моу. Одного закрыл, второго замечает, но не переводит прицел по Декстеру. Успевает лявик забрать? Успевает. Да, очень тяжело идет игра у Ки-23. Прям так грустно смотреть на игру и Трайтент, и Ки-23. Вроде что-то получается, но там раз через 3-4 раунда. Ладно бы раз через раз, а получается раз там через 3-4. И мы же с вами понимаем, что стрелять-то все умеют. Но бывает, видимо, такие дни, когда не прет. Опять же, всякие какие-то могут быть внутренние причины, из-за чего игра не клеится. Может, кто-то не выспался, или там какой-то... Не знаю. Кто-то съел чужой кексик, обиделся на тиммейта, не разговаривает с ним. Всякая может быть причина. Выпил чужой кумыс. Ладно, не буду про кумыс, а... Давайте вернемся к раунду. Пока затишье, хотя вот сейчас, мол, с Экором... И здесь у молнии получается. Перестреливает его Экор. Не прет, не выспался, это точно не про казахов. Возможно. А, дрань не в ту сторону. Смотри, Декстер, и ему это не мешает. Австралиец перестреливает казаха. И с двумя хп идет дальше себе гулять. Фэйм с Норбертом последний. Проза отвернулся на секунду. И какой же тайминг словил. И Фэйм закрывает Декстера. А вот это уже шансы. 2 в 5. Вот этот раунд может и воодушевить всю команду. Бомба так-то лежит, но моликом отгоняет Фэйма. Он никак сейчас не помешает. Есть только Норберт. Норберт чуть-чуть не успевает. Закрывает. Притом хп не потерял. Что очень важно. Замечает. Вимаса тоже должен был перестрелить. 12 хп, как же обидно. Есть молик. Вимас открывается. 48 хп у Фэйма. 1 в 1. 48 хп у Фэйма. Понимает, где Эко. Пытается раскачать, но не удается на выстрелы развести. И в итоге все-таки шестой раунд для Малл Спортс. Найс трай. Это самый, наверное, лучший раунд за обе карты, я бы сказал. Именно по воле к победе. Учитывая, что 2 в 5 игра складывалась. Возможно, эти мейты посмотрели на друг друга. И сейчас игра наладится. Опс. Одного еле-еле задушил. Сразу размен. Может быть, не так резко, как могло бы быть. Но, тем не менее, Адрон получил коллаж. Молл, не прочекал Декстер. Опера не понимает, что он между. При этом Бимас ведется. Нельзя открываться здесь, молл. Но придется. Выбегает Молл. Все-таки из-под Моллика. И 2 на 4. Но Фроза. Оу. Да тут халява какая-то. А не раунд для Ки-23. Слушайте, их правда, да? Замотивировались. Ну, я думаю, где-то просто Молл Спорт. Тут не дочекали. Тут не дочекали. И здесь отчасти повезло Ки-23. Опять же, раунд с деглами все-таки был. Но у Экера все еще бомба. Он может выйти на Б. Поставить ее. Возможно, Нилан его заметит. Но он же может пройти. А он, правда, не попадает. 40 секунд. Времени много. Отвернулся! Хотел забрать Адерона. Пожадничал. Пожадничал. Мог выйти на Б. А сейчас, представляете, он выгонит их с Аплента. Так. Он слышит, слышит топот. Норберт. Понимает Экера, что сверху есть соперник. С кухни главное, чтобы его не было видно. А его видно. Ну, хорош попытка Экера. Правда, он не попал с Айвика дважды по Адерину. Может быть, там что-то и получилось. Мне кажется, он зря нашумел. Он проходил на Б. Мог бы проверять апартаменты. Возможно, забирал бы. И что-то получилось. Тайм-аут от Маус Спортс. Ну, это уже плюс. Морайка для К-23. Два раунда подряд. Нет, не подряд. Они же брали... Какой там? Первый, второй раунд. Второй раунд, да? Брали по счету. Или третий. Точно пистолетка была за Маус Спортс. Третий, третий был по счету раунд. Да, вот сейчас берут второй. И в теории должны выбивать сейчас всю экономику из Маус Спортс. Ну, всю да не всю. Там какие-то деньги останутся у Экера. Даже сейчас, если он возьмет авик. Я думаю, возьмет авик. Останется у него там тысячи полторы. Смотря сколько гранат захочет закупить. Ну да, тысяча триста осталось. И какой-то, возможно, быстрый раунд от Маус Спортс. Теперь на А. Точно без раскидки. Учитывая, что двое в апартаменты пошло. Фейм. Решил чекнуть яму. Вот сейчас на пике его подловил Экер. Ошибается Фейм. Решил сыграть агрессивно, чтобы в случае чего положить дым. Откидывает молик Мау после фрага по Ро Псу. Однако Бимус. Он уже успел просочиться. Ай-яй-яй. Бимус. Вот это точно не было слышно. В итоге Декстер теперь все внимание на себя забирает. Еще одного чуть не перестрелял. Нилан все-таки щелкает Декстера. Но отпустил Мау уже аплэнд. Потихонечку выходят игроки Мау. Понял, кажется, что с апартаментов по нему стреляли. И менять позицию с коннектором не собирается. Хотя успевает пройти. Все-таки дым. Три на три. Пока не ретейк. Дым мешает. Но тем не менее бомба еще пока не устанавливается. Знает о позиции как минимум с КТ с коннектора. И Экар должен забирать еще одного минус Нилан. И еще одного Экар закрывает. Ну все, а это сейф теперь от Мау. Удача пока на стороне Мау Спортс. В принципе бай будет у Ки-23. У Фейма 2.500, у Адена 3.400, у Норберта 4.500. Ну да, да, да. Опять же на один раунд только прервали Лустрик свой. Так что денег вполне будет достаточно. Но тем не менее уже 2.7. Окей, 23. С одной стороны, если ты набрал Лустрик, то по одному по одному раунду можно сказать, что комфортно брать, да? Но это если ты играешь за слабую сторону. Как они могут, например, сами для себя считать, да? Хотя если по статистике смотреть, то у Ки-23 атака выглядит сильнее. О, кстати, я вот этот момент забыл упомянуть. Только сейчас помню про него. Ки-23 же недавно играли на Мираже 37-35. 72 раунда. А пока Экар с Фроузеном закрывает очередной раунд, похоже, для Мау Спортс. Хотя Нилан тут попытается, может быть, кого-то подловить. Но что-то совсем не получается дойти до контакта. Но один минус дает хотя бы фейм. Но опять же этого мало. Адрен остается последний. Ищет себе сейф. А я продолжаю историю. Так вот, если вы вдруг не слышали, ну, скорее всего, не видели, но, может быть, слышали о матче, против Янг Нинджас, ну, это как раз молодежный состав Нипов, сыграли 72 раунда. Ё-моё. Я такое только в Азии, честно говоря, слышал, может быть, даже видел. Какой-нибудь матч Вичи с кем-то, может быть, с Тайлу или с кем-то другой команды 13 и так далее. Но чтобы 72 раунда сыграли, это, конечно, очень много. Возможно, именно после этой карты Ки-23 не хотят больше играть в Мираж. Нет у них настроя на эту карту. Наигрались, так сказать, на всю жизнь. Хоть и выиграли её. Ну вот, на Даст я отмазку такую не придумываю для них. Фейм пикает. Хорошо, под флешечку, хотя Декстер попал. Фроузен. О, да ладно, ты же калаш забрал, должен был наказывать тебя, Фроузен. Ничего себе он успел Диггл взять и ещё и перевестись. Хорош, Фейм. Будем считать, что Б зачистили. Но тут Робс, если кто-то из Ки-23 покажет, то, скорее всего, перестреляет. И, похоже, ждут мало спорта с какой-то ошибки от Ки-23, чтобы сами не запушили, где-то покормили. И снова раунд с Дигглами. Может быть, Ки-23 играет только с Дигглами раунды, раз так получается. Понятно, что от раунда к раунду ты плясать с Дигглами не будешь. Но пока картина такова. И то этот раунд ещё не выигран. 30 секунд. С бомбы выходит на А. Тут с Айвиком Экар. Мол. Заметил. Еле-еле попал. Поехал. Закрыл. Робс. Закрывает Нилана. Понимаешь, что есть игрок с КТ. Робс. Закрывает Мол. С Моликом. Выкурит игрока с КТ. Гореть будет Леадран. Горит. 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 Падает. Но это же раунд был 5 в 2. И Норбит только сейчас закрывает Робс. Тем не менее. Бомба. В руках Бимс. Одно ХП. Ставит бомбу. Норбит пошел пушить. Кинь в него СМОУК. Убей его СМОКОМ. Одно ХП. Да ладно. Да быть того не может. Как вы это взяли, Мол Спортс? Одно ХП. Как же не везет КИ-23. Ё-моё. 2 в 5. Как же должно быть обидным, а? Не, ну Адрену надо было сразу уходить с Молика. Он ждал до последнего, но... Пытался, видимо, сыграть нестандартно, но тут его подловили. Он уже много ХП потерял. Нилан не удалось подхватить игроков Мол Спортс. В итоге пол ХП потерял. Убежал. Мол. Запоздай немножко простреливать. Адрен. 23 ХП. Много ХП уже теряет. КИ-23. Сейчас ханешка долетит до Адрена. И еще раз Адрена уничтожает с гранаты. Не день до Уры. И не его команды, похоже. И тут еще, Мол, подгорает. Фэйм. Неожиданно. Саппортаментов. В принципе, тут перекрестный огонь. Два авика могут и везти. Но падает Нилан. А вот этого терять игрока... Ой, как не хотелось бы Фэйм. Ух ты, что творит Фэйм, а? Фэйм почти тот раунд взял с деглами. И тут пытается с авиком тучить. Норберт, один-один с Фроузеном. Должна быть инфа по джанглу. Проблема в том, что у Фроузена есть инфа по Норберту. Флешка. Отвернулся. Времени мало. Киты есть. Но бомба очень неудобно лежит для Норберта. И что они... До конца, до конца, до конца, до конца дефьюзит, до конца дефьюзит. До конца дефьюзит. И не хватает. На мужика, Норберт. Дефьюзил. Но этого было недостаточно. Опять, опять Фэйм почти вытащил раунд для Ки-23. Но этого все еще недостаточно. Это, конечно, не 2 в 5 выигранный раунд Моу Спортс. Но тоже уверенно. И вы посмотрите насчет игроков Моу Спортс. Все достаточно ровненько. Вся команда стреляет. 8-0-7. 8-5-8. 10-3-8. 12-1-5. 8-1-8. Минимум 8 фрагов у всех есть. Ки-23, только Фэйм-11 настрелял. Ну, в принципе, остальные тоже рядом. 7 фрагов есть. Экор не попадает. Первый раз с Ки-23 решили запушить центр. Именно так далеко. Но прям гнаться за авиком не стали. Честно говоря, думал что-то сказать про следующий матч Моу Спортс. Нет, не про матч с Нави, который, еще раз напомню, 29 числа будет сыгран. Там тоже не до конца понятно, как там сбит и подготовиться. Пока что Адрен скрывает Фроузена. Еще Адрен может одного закрыть. Не видит. Но Абимус все-таки находит цель. Еще и Норберта закрывает. Да шо ж такое-то. 3 на 3. Закрывает Декстера. Фэйм. Опять пытается тащить чуть ли не в соло. Но, по-моему, установлено. Остался Бимус, остался Экор. Бимус зверь в последних раундах. А Моу не читает со спины, похоже. Вот Хаешечку бы сейчас туда. Оба смотрят КТ. Сейчас, если развернутся и убьют Моу, я просто закричу. Знает о Фэйме. 15 хп у того. Моу. 1 на 1. Бимус. 10 хп. Против двоих. Закрывает Моу. Этого быть не может. Бимус. Ты опять затащишь. Это мог быть эйс от него. И раунд все равно выигрывает Моу Спортс. Это квадрокил от Бимуса. Так вот у кого кумыс. У Бимуса. У него кумыс. Вот он как работает, а. Все ясно. Не доехал до... До игроков Ки-23. А вот до Бимуса доставили. Ну тут, похоже, у нас, друзья, все идет к второму матчу подряд 2-0 против СНГ коллективов сегодня. Вернее, даже 0-2. Даже коэффициенты уже закрыты. Ну, с таким счетом, да, там замочки должны уже висеть. Фэйм прорыв. Опять Фэйм пытается все взять в свои руки. Уже, по-моему, от отчаяния пошел рашить центр. Один. Без какого-либо размена. Да, флешечку ему тиммейты накинули. Но этого вновь недостаточно. Нилан падает следом. 3 на 5. Знают о Адроне. Ну, по крайней мере, Мау Спортс, как OG, не действует. Они не берут пулеметы. Честно говоря, я бы посмотрел. Ё-моё. Осталось прострелом убить. Но вот не добил Адерна. Он чуть не сгорел. А там уже Робс. Люркер. Уже на КТ. Пропушил Асайд, похоже. Или Джангл прошел. Не обратите внимание на миникарту, как он прошел туда. В любом случае, два оставшихся игрока кей-23 на Б. Денег на ласт раунд первой половины нет. Ну, во всяком случае, на дасте первой половины хотя бы 11-4 была. И выиграна пистолетка следом от кей-23. Здесь уже 12-й раунд за Мау Спортс. И, возможно, еще и без девайсов останутся. Хотя, может быть, кей-23 наоборот. Сейчас все свои девайсы потерять. В принципе, все к этому идет. Остается только Мау. И его, скорее всего, на Б сейчас найдут. Времени предостаточно. Тем более, что он один в пять. И вновь возьмут диклы кей-23. И, глядишь, что-то покажет. Тем более, мол, тут еще его забустили. И даже так не убивает. Да что ж такое-то. Какая непруха. Даже не знаю. Это у кей-23 так не летит? Или это у Мау Спортс так жестко летит? Пытаюсь найти какие-то логические объяснения, но... Не могу. До сих пор у меня перед глазами тот раунд 2 на 5. С одним хп Бимас. И второй раунд, который он вытащил, чуть эйс не сделал. Бомба взорвалась. Просто вот эти два раунда Бимаса, это просто нечто было. Вот, знаете, все говорят, что карта Мираж всем надоела. Но у меня одного такое чувство, то, что за последние полгода-год мы столько офигенных моментов на Мираже видели. Один момент только зайвучего стоил. И Кэдина против Гамбит. Вот серьезно. Вот у меня сейчас эта мысль посетила. И вправду ведь. Вот эти культовые моменты за последний год мы все их видели на карте Демираж. И может быть все-таки Демираж не стоит убирать, как многие это просят. Как тот же Петрик. Остальные просят, потому что она всем надоела. Вроде бы карта уже вся изучена. Уже все-все-все все знают. Ну вот как? Вот что сделать, Нил? Просто встал на скамейку Декстер, зарядился ультра от этой скамейки и хедшот поставил сразу же. Да-да, от Фроузена клатч 1 в 3. Это, по-моему, на эпицентре, да, который ты имеешь в виду? С Савиком. Если я не путаю с Савиком вроде. Так, ну Арберт. Эх, не получилось Девайс во время взять в руки. Убегал с ножом. Снова Б скрыто. 2.12. 30 секунд до конца. Фейм. А Фейм уже один. Адрен упал от Эккера. Ну, Фейм, конечно, пытался вытаскивать мертвые раунды. Ну, вот что ты поделаешь? Ты пытаешься с Фомасу перебить Декстера, а тебя опять заходит в антаб. Просто без шансов на первой половине. Может быть, друзья, Кей-23 встряхнутся сейчас за эту небольшую паузу и на второй половине что-то покажут. Ну, а мы пока уйдем на небольшую паузу и попытаемся выдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ух, надеюсь, друзья, вы тоже успели выдохнуть Немножечко передохнуть после таких сумасшедших раундов от MalaSports А у нас попытка сделать что-то похожее, возможно, от Кей-23 Хотят выйти под B и сейчас такую хаешечку славит от Декстера Но пока Фролзен принимает закрывать Нилона Правда, у Декстера после хаешечки вообще не полетела Так что можно ставить бомбу Но тут Экар вместе с Робсом уже на подходе Стреляется пока что Бимас с Феймом на центре с коннектора Норберт Все-таки Моу закрывает вместе с Норбертом по одному Остается последний Бимас на центре Знают о нем Так же, как и знают он на Фейме И все-таки закрывает Феймы Но идти бежать, наверное, тащить этот раунд Нет смысла С Армором Бимас будет пытаться Отыгрывать уже в следующем раунде С Диглом Ну или что там Купит, посмотрим Если выживет Потому что он выходит прямо на Моу Будет ли пикать или дождется, пока кто-то к нему сам придет Этки Кей-23 тоже выгодно сохранить девайс Не девайс, Армор в первую очередь Девайсы-то стандартные Хотя, опять же, подобраны Юспы Может быть, в следующем раунде и пригодится, кстати Всякое бывает Патрон заканчивается, берешь пистолет, а Юсп Если там не будет Арморов Со шлемом, может и зарешать Ну я думаю, коэффициенции, друзья, на эту встречу уже закрыты Еще после первой половины Но не забывайте, друзья, что он у нас на этом матче еще не заканчивается У нас впереди матч Фейс, Клан и Оу-Джи Вместе с вами будем смотреть И, естественно, вы можете поставить на Джей-Джи Бетти Ой-ой-ой-ой-ой-ой, со спины Адран Робс не был к этому готов Заняли центр Кей-23 А что у нас там в параллельном матче? Есть ли там шансы какие-то? О-о-о-о-о-о-о-о-о! Декстер закрывает Нилна, плюс девайс В параллельном матче фан-пласс Феникс 6-4 против скейт там все балансно пока что возможно буду допы возможно 3 карты и так 4 на 4 50 секунд до конца декстер с девайсом спустился в плент вместе с ним и корсо скаутом а норберт выходит шарта принципе 4 на 2 выходит здесь ки 23 40 секунд до конца норберт по нему попали дектор закрывает икор закрывать норме то фэйм закрывать смоу по одному ну вот теперь два на два надо бомбу ставить пока не пришли игроки сапплента фоуза у этого было очень близко если он сейчас закроет фэйма боюсь у мог будут проблем все-таки 27 хп там одна пулька во всяком случае отфроуза я думаю мол сейчас удостоверился что спины никого не будет с апартаментов и теперь вопрос откуда придут игроки мол спортс кухне одного закрывать и второго закрывать все-таки ки 23 выиграть этот раунд тяжело складывался но раунд они закрывают на дасти тоже взяли два раунда подряд а потом все пошло медленно верно вниз посмотрим восьмадцатый раунд должны ки 23 хотя бы доходить минимум до семи я думаю пока денег у мало спортс нет это пятый должен быть для ки 23 а там глядишь проигрывают с девайсами еще один ранда ки 23 ну опять же это чисто если прикинуть как может складываться ситуация сейчас на карте пока якорь 4 хп и потенциальный раунд для ки 23 адрин тут уже одного зафармил мол вообще в нычке сгорай даже некор все побежал по морику фроузен все-таки с деглом опасно пикать мол пошел в молик фроузен 50 хп даже не обязательно его пикать однако мол что-то тут по-моему запутался немного закрутился завертелся в итоге норбер принимает игроков под б желательно не зерядевая закрывает фроузена что что если мака дать не страшно то калаш нежелательно последний бимус этот зверь себя очень здорово показал за атаку как он умел оборонять бомбу но вот пока на него не вышли при смене сторон но все может измениться 5 есть касательно следующем матче он начнется не раньше девяти часов по москве киеву ну может быть даже позже если вдруг здесь игра затянется то же самое по параллельному матчу если там все таки фан пас феникс и скейт затянут свою встречу дойдут до 3 карты или для начала до допов на 2 то там соответственно тоже матч может стартануть позже 9 но не раньше итак авик уэккера 4 кольта и мало спортс готовы проявить всю свою стойкость которую они показывали на первой половине но пока что ловит пули от фрозана только норберт нилан забрал его дэкстер на готове флешку поймал все-таки не получилось пропрыгнуть у нилана дэкстер готов дальше принимать никого здесь похоже не выпустит падает все-таки адрин сгорает дэкстер 2 на 3 шарта приходит ропс один дым закончился мол пойдет пикать но ропса раньше его замечает бомбу успевать поставить фэйм не успел поставить он отказался от этого плана надо было ставить по моему там половина еще оставалось у него по моему половину времени прошло когда он ставил бомбу а денег в итоге не так много ну ладно у фэйма только нет денег ну ради себя то надо было да все таки постараться хотя по факту видим что он свои деньги ты потратил и отдал авик моу похоже так что по сути он мог постараться в любом случае ради себя потому что ему бы скорее всего таком случае дропа думал единственный с отрицательным кд frozen минус один но это без учет ассистов если когда я никогда то время как у ки 23 только фэйм в плюсе но личная статистика как это часто происходит уходит на задний план когда неудовлетворительный результат показывает команда все-таки игра командная не индивидуально не удивлюсь сейчас если контакт будет у frozen с ниланом и еще и с норбертом если он выйдет с этой нычки а пока выход по до 2 с коннектора 3 с апартаментов действует тут только frozen и и корр могут как-то помешать они еще платье оба находятся как закрывать одного должен закрывать еще как минимум бимус опять включается минус 2 пришли к нему тут ой-ой-ой-ой-ой что это был не показался ли норберт по-своему настрелял наверно не показалось тут ропс доработал за бимусом легчайший для бимуса конечно ну и ропс тоже не оказался в стороне последние гилки 23 2 галилы 3 дегла это что ж нас получается у нас сегодня снг коллективы ни один до десятки не дошло до не говоря уж о выигранной карте получается трайден даже взяли больше чем кей 23 кто бы мог подумать хотя подождите фуэй минус 2 дегла это товарищ не готов сдаваться этот по моему парень единственный кто готов действовать до конца не в обиду остальным но пока по игре именно так это выглядит аккор отлично принимает норберт и выкурил его снова выход по да или будет фейковать до последнего не лунил закрыл фроузена теперь даже сомневается по моему моспорт хотя вот сейчас бомба останавливаться уже нет сомнений в том что это а будут идти вдвоем против четверых вообще как в такой позиции что ему уже не уйти хотя под флешечку пытается пытается все таки отойти при этом накрывает адрен тут еще с б есть один игрок флешка прилетает и к ждет до последнего при этом и замечает не луна слишком поздно из-за из-за этой вазы назовем это так и 6 я посмотрю еще раз какого травин взяли раундов на нюки взяли 5 на инферно взяли 8 нас же на дасте взяли 5 ну давайте кей-23 минимум восьмерку надо пробивать надо хотя бы сравняться с райден по так сказать по ступень что надо идти к цели а там глядишь уже до 8 до 10 и может быть даже до допов ох ты а фроузен кажется говорит я сейчас дегла закрою мне надо выйти хотя бы в ноль частям это в догоню и корс окна пиктать не стал хотя до раскрытия дыма был неплохой тайминг похоже только фэйм способен перестреливать бимаса на этой карте и вот он выход пошел минус ропс бимас отвернулся как раз таки на выход фэйма но тут не он уже помогал седьмой раунд дурмидляки 23 хотя фроузен закрывать мол плюс девайс притом похоже оба в коннекторе лежат один рядом со скамейкой уже подобран и еще один как раз таки в коннекторе декстер хочет его подобрать судя по всему а если на ритек пойти не хотят 3 на 3 мне кажется можно было пойти на ритек и осталось только фроузен найти девайс и он направляется на его поиски при том может раздобыть сейчас авик если адрен сыграть неаккуратно адрес бежит и фроузен наказывает ну что плюс авик или все-таки не отдадут фэйм с нилном как будто фроузен еще не выбил всякая хп у фэйма замечает еще одно игрока нил один скоба нил взорвется одно хп осталось а как был это близко ну неплохо мало спор здесь прошлись пистолетами подпортили немножко экономику но в целом бай нормально кин 23 и гранаты есть и все девайсы куплены у норбер даже сг берет а вот это сильно сейчас будет сг сучка но куда это сг пойдет и где она себя найдет у все мышки серьезно взялись они хотят закрывать них два авика ужасный просвет для и коров пользу и кор должен закрывать норберта хотя тот не пошел видимо поняли что там есть просвет думаю раунд до первого фрага зарвали немножко мол фэйма и мол все-таки застрелил и кора с трудом на самом деле мне кажется вот это хаеш который прилетела мол по моему она только помогла ему и смутил немножко и кора но это не точно все-таки с бомбы к 23 собирается идти под б судя по всему нил он справа накрывает и тут мол на самом деле спасает невозможно бы не среагировал накрывает его frozen откидывает дым сайт пока не торопится отступать а при этом-то двое игроков выходит на а бимас накрывает фэйма адрин знает обе мысе уйти не успевает какой тайминг ужасный для адрона и в итоге игроки это сбежали бегут на а 36 секунд до конца мол ждет что бимас будет пикать а тут еще ропс в джангле какой ужасный раунд такие 20 стоп ну по моему должен был услышать ропс что обратно подай бегут 20 секунд до конца слушать а это может сработать если frozen сейчас уйдет норберт чекает ли слева frozen просто в сайте сел может не пустить игроков ки-23 заметил что ли да ладно фрол заставить хэдшот и все закончилась карта на этом вот так вот 2 секунды 16-7 как же обидно ки-23 а ну это друзья мне кажется можно было брать еще немножко оставаться на карте и как бы не хотел это подметить но ки-23 взяли на один раунд меньше чем трайдман за свою серию best of 3 а у нас друзья снова большой перерыв больше чем час впереди у нас еще одно best of 3 3 на сегодня супер матч у джи фейс клан ну там то уж я думаю мы посмотрим три карты а то сегодня к сожалению снг коллектив у нас борьбу не показывают будем надеяться что там будет у нас три карты а пока отдыхаем вы можете принципе переключиться пока она фан пласт феникс кейт на канал феникса там судя по всему намечается 3 карты пока 10 5 в пользу фан пласт феникс можете пока понаблюдать как там будут развиваться события друзья а я пойду немножко передохну